Виртуальная реальность Я приветствую вас всех! Итак, если я не ошибаюсь, сегодня мы будем говорить о виртуальных мирах. Виртуальная реальность. Термин virtual realus произошел от латинских слов, которые означают потенциальные или возможные. И в узком понимании этого слова относятся к воссозданным компьютерным мирам, передаваемым человеку через ощущения. В более широком понимании этого слова виртуальные миры относятся к моделированию или симуляции объектов, которые принадлежат к физическому плану или концептуальному плану реального мира. Также виртуальная реальность очень часто сейчас используется в игровой сфере, социальной сфере, сфере образования и, безусловно, сфере коммуникации. По сути, виртуальная реальность делает революцию в том, как взаимодействуют люди. По данным некоторых агентств последние годы количество людей, которые участвуют в социальных виртуальных реальностях, которые называются MMOSG, это Massively Multiplayer Online Social Games, растет каждый месяц на 15%. Итак, откуда вообще берутся корни у этой виртуальной реальности и у моделирования? Скорее всего, первые модели, прототипы были созданы для того, чтобы строить корабли, города, дома. И в дальнейшем военачальники это также использовали для расстановок солдат на имитируемых игровых полях для того, чтобы предсказать, как будут идти развиваться сражения. В 60-х годах XIX века итальянский художник нарисовал картину, которую можно было образовывать под углом 360 градусов. В 20-х годах прошлого века был создан первый автомобильный симулятор. В 50-х годах появился театр Experience Theater, в котором участники могли наблюдать сцены, происходящие вокруг них, и использовать не только зрение и слух, но и обоняние и другие органы чувств, потому что сцена могла дрожать, трястись. В 1966 году появился первый летательный симулятор, компьютерный симулятор, в котором впервые был использован шлем для имитации, мультимедийный шлем. Он был настолько тяжел, что его приходилось подвешивать к потолку, чтобы он не сломал шею тому, кто ее использовал. Если говорить о более широком понимании виртуальной реальности, то здесь речь идет о создании моделей объектов, предлежащих к реальному миру, для того чтобы можно было экспериментировать с этими моделями, предполагая, что они будут себя вести так же, как объекты реального мира. В более интересном смысле этого слова эти модели могут быть связаны с объектами реального мира посредством внедрения датчиков и передачи информации, для того чтобы пользователи могли понимать в реальном масштабе времени, в каком состоянии находится объект, и прогнозировать динамику его дальнейшей жизни или развития. В еще более интересном плане моделируемый объект и реальный объект могут быть связаны обратными связями, и воздействуя на модель могут происходить изменения в реальном объекте. Примерами этому могут служить роботы, беспилотные летательные аппараты, космические исследовательские станции и даже ядерные реакторы и финансовые рынки. Сейчас очень часто используются суперкомпьютеры, high-performance компьютеры для создания таких моделей. Они состоят из сотен, иногда тысяч процессорных элементов, каждый из которых отвечает за моделирование небольшой области реального пространства. И эти элементы соединены в сети, подобные тору, которые передают информацию на границе моделируемых областей. С помощью суперкомпьютеров можно смоделировать то, что исследовать на реальных объектах было бы либо слишком долго, либо очень дорого, либо просто невозможно. Исследования, которые осуществляются с помощью high-performance computing, касаются самых разных областей, от проектирования летательных аппаратов до сложных процессов аэрогидродинамики, прогнозирования погоды, финансовых рынков, предсказания заболеваний, развития опухолей, моделирования новых лекарств, моделирования социальных каких-то явлений, эпидемии, чего угодно. И даже иногда в экзотических областях, например, одна из наших лабораторий занималась моделированием добавки кофе, которое вызывало специфический запах, незабываемое ощущение от аромата кофе. Но сегодня я хотел бы поговорить о применении виртуальной реальности для бизнес-встреч. Коммуникации по одной из версий развивались. Сначала появилась письменность, книги, затем телефон и в конце концов World Wide Web. С появлением интернета все предыдущие, существующие до этого средства коммуникации объединились и дополнились теми, которые даже нельзя было представить. E-mail, instant messaging, блоги, wiki, conference call, видеоконференции и даже виртуальные миры составили ансамбль того, чем можно сейчас пользоваться для коммуникации. Глобализация и стирание границ для ведения бизнеса, а также повышенный спрос на инновации представила новые требования к средствам коммуникации. Порой приходится управлять проектами, которые разбросаны по десяткам мест по всему земному шару. Инновации являются краеугольным камнем для ведения современного бизнеса. Для того, чтобы инновационный процесс шел, нужно общение, взаимодействие специалистов из разных, порой даже несмежных областей, удаленных друг от друга на какое-то расстояние. И для того, чтобы продвинуть это общение, нужны инновационные средства в коммуникациях, которые в свою очередь приведут к еще большему росту инноваций в целом. Несколько лет назад компания IBM впервые в своей истории провела очень крупномасштабную встречу с Ледакадемией наук в виртуальной реальности. Для этого была использована платформа Second Life. Это известная социальная 3D-виртуальная реальность, с которой зарегистрированы миллионы человек. Там есть свои деньги, которые имеют эквивалент с настоящими деньгами. Многие компании строят там площадки для демонстрации своих продуктов. И компания IBM выкупила небольшой участок земли и построила там город специально для этой встречи. Первоначальная встреча планировалась в Орландо. Были заказаны билеты. Так случилось, что я тоже был туда приглашен, и у меня уже была на руках виза и все необходимое. И тут встречу отменили, возможно, из-за кризиса 2008 года. И приняли решение провести это в трехмерной реальности. Это был очень интересный опыт. Туда можно было загружать PowerPoint-ские презентации. Каждый создал себе свой аватар. Было построено множество площадок, многие из которых просто парили в воздухе. Между ними можно было перемещаться, летать и даже телепортироваться прямо из веб-броузера. Смотря расписание встреч, нажимая мышкой, можно было попасть в Second Life в нужную локацию. Честно говоря, я был несколько расстроен, когда узнал, что реальная встреча будет принесена в виртуальную реальность, потому что хотелось встретиться с людьми, пообщаться, и я не был уверен в том, что это можно сделать адекватно в виртуальном пространстве. Если описывать это событие досконально, то не все встречи были проведены в виртуальной реальности. Часть из них приходилось на видеоконференции, телеконференции, чаты, блоги и так далее. Но 90% встреч было именно в виртуальной реальности. И затем последующие встречи также проходили там в следующем году, и, возможно, в этом году будут проходить. И мне стало интересно сравнить, какое место занимает возможность встречи в 3D-мире по сравнению с существующими средствами коммуникации. Сейчас очень много разработок ведется в области клауд-компьютинга, software-as-a-service, когда e-mail, блоги, обмен файлами – все это объединяется в единую среду и становится очень удобным. В каком же случае можно применять встречи в виртуальном мире по сравнению с теми средствами, которые сейчас появляются? И размышляя на эту тему, я пришел к выводу, что краеугольными моментами здесь является эмоциональность. Всегда при встрече хочется иметь возможность обменяться не только информацией, но и эмоциями. Поэтому можно градуировать различные варианты организации встреч. И трехмерная реальность является большим потенциалом для того, чтобы обмениваться эмоциями практически так же, как это можно делать в реальном мире. Сейчас, конечно, все эти инструменты недостаточно совершенны, и видеоконференция имеет преимущество. Но даже теперь виртуальная реальность позволяет делать то, чего нельзя сделать никакими другими средствами. В частности, она обладает эффектом спонтанности. Иногда для того, чтобы завести новые контакты или познакомиться с человеком, неудобно пользоваться e-mail или instant messaging, потому что это подразумевает определенное официальное письмо, представление и так далее. А в виртуальной реальности между встречами можно подойти к человеку, с ним поздороваться и завести беседу, спросить, как вам понравилось, и в конечном итоге найти какие-то общие точки. Другим моментом являются тематические зоны. В виртуальной реальности можно создавать комнаты, расставляя какие-то объекты, представляющие знания или понятия, или даже продукты, которые продаются. И наблюдая за тем, какие предметы интересуют людей, к чему они подходят, что они рассматривают, можно завести беседу контекстно. То есть вот эти моменты являются отличительными в виртуальной реальности и дают ей определенные преимущества. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы трехмерные среды стали полностью адекватными для применения в бизнесе? В первую очередь, мне кажется, туда нужно интегрировать все существующие прочие средства коммуникации и общения. В частности, если мы видим какого-то человека в социальной сети и над ним расположена табличка с его именем, мы хотели бы получать доступ к реестру, который обычно в корпорациях существует. У нас это называется Blue Pages. Где-то в другом месте это называется по-другому, но суть заключается в том, что есть база данных сотрудников с их фотографиями, их должностью, позицией, которую они занимают и линией, кому они репортуют. К всему этому хотелось бы получать доступ и в виртуальной реальности. К тому же иметь возможность просто кликанием мыши отправить почту или инстант-месседжинг сообщения на корпоративные средства, обмениваться файлами, совместно телепортироваться или переходить на другие формы общения, например, переключаться в видеоконференцию. То есть интеграция других средств коммуникации должна происходить в виртуальную реальность обязательно для того, чтобы она была эффективна. И другим моментом является визуальная сторона дела. То есть для корпоративных средств, в отличие от социальных, очень хорошо, когда аватар выглядит точно так же, как сам человек. И сейчас существует множество маленьких компаний, которые создают аватаров и создают их в том числе из фотографий. Вот вы видите, для меня сделали такой небольшой аватар, он слегка на меня похож, но тем не менее это совершенно другое дело, когда ты встречаешь человека и узнаешь его, особенно если ты его раньше видел. И также передача эмоций. Это не так сложно, для этого не нужно надевать какие-то специальные шлемы. Достаточно видеокамеры, которая встроена в монитор, и программное спечение, которое способно распознавать положение губ, глаз, и таким образом передавать на аватар улыбки, удивление, подмигивание, все что угодно. И мне кажется, что когда вот эти вещи будут добавлены в средства социального и виртуального общения, хотя бы путем выставления программных интерфейсов для того, чтобы компании сами могли это все добавить, тогда очень многие встречи, но, безусловно, конечно же не все, могут быть перенесены в виртуальную реальность и решить проблемы удаленного общения, разнесенности команд, недостатка времени и многие другие. Так что счастливых встреч в виртуальной реальности! Субтитры создавал DimaTorzok